Добрый день! С вами Ольга Кануйникова. Сегодня мы будем делать с вами цветок из шелка или львиный зев. Вот так он у меня выглядит. Это как бы его фото. Вот это вид спереди, это вид сбоку. Вот это выкройка цветка, настоящего цветка, которую я сделала самостоятельно также. И вот примерно так центральная часть его выглядит, так его чашелистик выглядит. Маленькие листочки такие бывают, такие, такие. То здесь вот листочки могут быть в принципе любые. И на самой веточке их очень-очень много. Я не буду делать интерьерный цветок, я просто покажу, как делать сами цветочки, как сделать бутончики. И соберем с вами маленькую веточку, которую можно использовать как бутоньерку. Итак, для этого нам понадобится атлас. Я беру атлас настоящий такой, натуральный, вот такого молочного цвета. И делаю выкройки согласно моей выкройке, которую я сделала самостоятельно. Выкраивается все по косой. Вот я сейчас кусочек оставила вам. У меня ткань сложенная вдвое. И я выкраивала все наши детальки по косой. Прорисовываются и вырезаются вот так. Они у меня выглядят в готовом виде. Каждый цветочек состоит из одного лепестка номер один и одного лепестка номер два. Вот таким образом он у нас будет собран. Поэтому в зависимости от того, сколько цветов вы цветочка будете делать, только и вырезайте пар. Теперь у нас еще есть маленькие цветочки, то есть как бы бутончики. Для бутончиков вы берете ту же выкройку, только выкраиваете ее. Вот я взяла не вот эту двойную, а вот выкройку номер один. Вы ее вырезаете только вот в таком усеченном размере. Такая выкройка вам пойдет для бутончиков. Что касается чашелистика, то здесь я его сделала разными размерами. Посмотрите, те, которые маленькие, они у нас пойдут на верхушку, на бутоны. Вот сюда. Те, которые побольше, они у нас будут использоваться для уже таких больших цветов. Это что касается ткани. Теперь проволочка. Проволоку я уже специально доготовила. Я ее даже разрезала на небольшие кусочки. Там, где бутончики, она у нас будет самая тоненькая, где-то 33. А там, где цветочки, можно сделать проволоку, взять побольше, где-то 30, наверное, получится. Вот так. Если вы делаете интерьерный цветок, то, конечно, здесь вам надо брать проволоку более такую, поплотнее. 28, может быть, даже 26, если это будет достаточно большой такой цветок. Клей. Клей у меня D3. Вот такой уход. Что касается инструментов, то вы можете использовать из японских лапок самую такую широкую. Ну, вот чистую, без прожилок. И ультратонкий японский нож. Можно также взять из основного набора бульку. Вот такую небольшую. И самую-самую маленькую бульку. Можно ее использовать тоже при обработке. Ну, то есть, вы выбираете в зависимости от того, чем располагаете. Что касается окраски. Используем анилиновые красители, какие у вас есть. Либо японские краски, либо анилиновые батик. У меня гамма-хобби, но ни в коем случае не акрил. Хотя на них и написано батик, но акрил нельзя использовать вообще. Используем три краски. Желтую, такую вот алую, но она на самом деле такая малиновая и зеленую. Зеленая это у меня смешанная, желтая с синим. Потому что настоящий зеленый. Там он немножко не такой, как, ну, не настоящий, не натуральный. Как делать краску вы уже знаете. И мы еще используем, естественно, обычную воду для окраски. Теперь переходим к окраске нашей детали. Берем краску, берем кисточку и начинаем обрабатывать. Сначала мы их смачиваем водой и располагаем на листе бумаги. Лучше, конечно, взять белый лист бумаги. Так на нем будет лучше видно, каким образом мы делаем окраску. Мы намочили все детали. Теперь мы берем кисточку одну и немножко побледнее. Желтый мы наносим вот на эту часть. По центру вот этого лепестка номер один. Вот это лепесток номер один. По центру мы накладываем желтым. Можно даже немножко поярче его. И желтым можно покрасить немножко края лепестка номер два. Что касается лепестка номер три, то есть чашелистика, то здесь мы его полностью делаем весь зеленым. Подкрашиваем зеленым и делаем достаточно насыщенным. Вот примерно вот так. Так у меня нужно еще краешки подкрасить, чтобы они больше, более зелеными выглядели. Если хотите желтый добавить, можно добавить немножко светлого, высветлить какие-то там детальки. Я не хочу даже больше трогать. Вот такой зеленый вполне подойдет. Можно, в принципе, если вот вы хотите, то можно основание цветка тоже, в основании тоже немножко зеленого добавить. Что касается верхушки, берем новую кисточку и верхушку мы закрашиваем малиновым. Опять же, малиновым не ярким, а сначала таким розовым. Смотрите, чтобы краска у вас не накладывалась, чтобы вот малиновый не соединялся с желтым, иначе он будет у вас не малиновый, а оранжевый. Этого делать нам не надо, поэтому мы аккуратно выкрашиваем вот так, оставляя, видите, белое. То же самое мы делаем и с лепестком номер один. Окрасили, а боковые части должны быть розовые. Очень хорошо, чтобы прокрашенные были. Таким образом получается. Теперь берем более насыщенный розовый и проходим прям по самому-самому краю. То же самое и с лепестками номер два. Здесь уже по насыщеннее верхушки обрабатываем. Так, посмотрите, каким образом у нас выпадет наши детали. Вот так у меня выглядит лепесток номер один, номер два и чешелистик. Теперь мы оставляем небольшой кусочек ткани, для того, чтобы выкроить из него листья. Листья также мы будем кроить по косой. И вот в длину примерно 2-5 см, 4-5 см такую полоску. И из неё можно вырезать сколько хотите лепестков. Для этого мы просто эту полоску берём и красим зелёным. Если хотите, чтобы это был насыщенный цвет, то добавлять воды не стоит. И тогда у вас будет очень насыщенный, красивый зелёный цвет. Вот таким образом мы окрашиваем полностью все наши детали. Итак, все наши детальки готовы. Переходим к обработке. Сначала будем обрабатывать небольшой вот такой булькой на мягкой подушке. Берём большие лепестки номер два и работаем на изнанке. Вот лицо, вот изнанка. Изнанка. Она как бы делится на две части. Сначала обрабатываем правую часть, затем левую. Верхушку берём левой рукой, а правой рукой вот на этом расстоянии, где-то один сантиметр вверх, мы отступаем, придерживаем верхушку левой стороной, а правой пробуливаем правую сторону. Пробуливаем аккуратно, вот таким образом, чтобы у нас верхушечка оттягивалась. То есть немножко вверх оттягиваем нашу верхушку, вверх и в обратную сторону. Теперь берём вторую сторону и то же самое будем обрабатывать, а левую сторону отбуливать. Так, подправляем правую, левую, а теперь оставшуюся часть вот так по центру проходим. Это ещё не вся обработка, это обработка только одной бурткой. Потом мы будем использовать ультратонкий японский нож. Посмотрите, что у нас получилось. Вот это вот у нас изнанка, а вот наше лицо. Вот таким образом. Сейчас я уберу и покажу вам здесь. Вот так у нас выглядит лепесток. Вот я вам показываю вот это лицо. Это внутренняя часть. Вот так обрабатываем лепестки номер два. Лепестки номер один. Они у нас выглядят вот так. Как бы из трёх маленьких лепестков. Они состоят. Мы переворачиваем их наизнанку. Так, вот это лицо. Вот изнанка. И обрабатываем изнанкой, вот делая три. И вот булечка вот сюда, смотрите. Прям отступая миллиметра два от края, мы пропуливаем с одной стороны один лепесточек. Как бы потом центральный второй. И следующий. Третий. Так, чтобы кончики наших лепестков, вот этих розовые, загнулись к верху. Теперь, не поднимая далее лепесток, начиная от серединки, к нему проводим. Вот делаем такую полосочку. Немножко вот так отбуливаем. Таким образом, у нас вот это изнанка, вот это лицо так выглядит. Вот это вторая часть нашего цветка. Это внутренняя часть, это внешняя часть. Вот так обрабатываем мы все лепестки номер один. Что касается маленьких лепесточков, которые у нас идут на бутончик, то мы их просто берем и обрабатываем так же, как и лепестки номер один. Только здесь у нас мы просто булькой работаем. Вот. Все. Три раза на три лепесточка и все этого хватит. Таким образом, мы обрабатываем лепестки для бутончиков. Теперь я вам покажу, как обрабатывать листья. Листья мы обрабатываем на жесткой подушке и обрабатываем с изнанки ультратонким японским ножом. Изнанка. Вот. Очень простая обработка. Просто от одного конца листика до другого мы проводим линию. только немножко такой с изгибом. Вот. Примерно вот так это делается. Вот. И у нас получаются вот такие листики. Теперь, что касается чашелистиков. Чашелистики большие мы обрабатываем в принципе таким же образом. Каждый чашелистик состоит из пяти маленьких листиков. Мы их обрабатываем от края к центру. Вот так. От края к центру и потом после этого берем бульку на мягкой подушке просто по центру вот так отбуливаем. И у нас получается вот такой чашелистик. Так обрабатываются чашелистики. Теперь я вам покажу как мы в дальнейшем обрабатываем наши лепестки. Обрабатываем их можно на твердой подушке либо можно взять и мягкую подушку. Смотрите. Вот эти лепестки номер один которые состоят из трех лепестков мы сначала переворачиваем их наизнанку и вот там где желтая вот прям по центру делаем два вот таких маленьких палочки что ли две такие маленькие как будто бы хотим сделать отверстие просто верхушечку нажимаем один раз и второй отступая где-то миллиметр вот переворачиваем вот что должно получиться то есть вот здесь как бы два выступа небольшие теперь смотрите мы перевернули на лицо то есть на лицо ткани и вот так вот по центру делаем вот от центра по центру кончика до конца мы делаем вот такую бороздку все вот так обрабатывается вот такой лепесток теперь берем лепесток номер два лепесток номер два мы его обрабатываем вот по центру лепестка и ведем опять же до конца вот так и немножко края от серединки до основания вот таким образом мы можем еще небольшие немножко пройтись еще по самым кончикам но это опять же не обязательно вот таким образом мы обработали лепестки номер два что касается лепестков номер три которые у нас идут под бутончик то здесь их обрабатывать в принципе не надо их просто мы свернем и с вами прикрепим к чашелистику так обрабатываются все лепестки вот 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 Продолжение следует...